Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев. И вот что расскажем в нашем выпуске. Два года как ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области официально стали частью России. В республике прошли мероприятия, посвященные этой дате. Социально-экономическое развитие Карачаева, Черкесии, в том числе туристическую область, обсудили в Архизе, куда прибыл замминистра экономики России. Эта республика отстояла свое право развиваться самостоятельно, несмотря на все испытания. Сегодня Абхазия отмечает День независимости. Кто будет возглавлять Духовное управление мусульман Карачаева, Черкесии в ближайшие годы? В Черкесии состоялся отчертно-выборный съезд. День, который изменил жизни миллионов людей. Сегодня годовщина воссоединения новых регионов с Россией. Два года назад Донецкая и ЛНР, Херсонская и Запорожская области официально стали частью огромной страны. Судьбоносным событием жителей страны поздравил президент России Владимир Путин. Хочу обратиться сейчас к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за стойкость, решительность и твёрдость, за то, что вы передаёте из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру. И прежде всего, великую любовь к Отечеству, которая является для всех нас главной опорой в жизни. Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков. Нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам. Эти чувства дают силы участникам специальной военной операции. Сражаясь сейчас в Донбассе и в Новороссии, отстаивая курские, белгородские, брянские рубежи, они защищают всю огромную, прекрасную, любимую нами Россию. Мы гордимся нашими героями. Делаем всё, чтобы поддержать их. На освобождённых территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады. В эту работу включены все российские регионы. Многое делают представители и крупного, и малого бизнеса. Огромный вклад вносят волонтёры, общественные и религиозные организации, парламентские партии. Благодарю всех граждан страны за эту сплочённость и патриотический настрой. Правда, на нашей стороне все намеченные цели будут достигнуты. С праздником, дорогие друзья! С днём воссоединения! С днём воссоединения четырёх регионов с Россией поздравляет глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов. Благодаря поддержке и мудрому руководству президента России, а также принятому ровно два года назад осознанному свободному решению жителей республики Донбасс, Запорожка и Херсонской областей, сегодня регионы продолжают создавать свою новую историю. В эти минуты российские военнослужащие, в числе которых наши земляки, продолжают доблестно сражаться за безопасность российских граждан в зоне СФО. Нет никаких сомнений, что победа будет за нами. Вместе мы преодолеем любые трудности, ведь с нами наш президент. Правда и огромная сила, сплочённость и единство многонационального народа величайшей страны России, говорится в поздравлении. Сегодня, в день воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией, в столице Карачаева Черкесии состоялся массовый красочный флешмоб. Его участниками стали около 300 детей-школьников города Черкеска, а также активисты общественных и патриотических организаций, известные артисты республики. Они развернули 60-метровый триколор-символ единства многонационального народа России, гордости и славы наших побед. Второй годовщине воссоединения Донбасса, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией сегодня было посвящено мероприятие, организованное коллективом Республиканской госфилармонии. Вниманию зрителей были представлены важнейшие эпизоды событий в новых российских регионах, а также посвященные этой теме песни. Подробности у Артура Мхце. Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области стали частью России в последний день сентября 2022 года. Теме принятия новых регионов в состав нашей страны была посвящена экспозиция, развернувшаяся перед зданием Республиканской госфилармонии. А чуть позже на сцене учреждения культуры прошла основная часть торжественного мероприятия. Международные договоры о включении новых территорий были подписаны после рефрендумов. Жители Донбасса и Новороссии большинством голосов поддержали присоединение к России. Зрителям представления были рассказаны основные эпизоды событий, которые привели к присоединению новых регионов. Впрочем, в зале сложно было найти хоть одного человека, который не был бы в курсе этого. Благодаря сегодняшнему дню целые четыре региона стали полноправными гражданами нашей великой России. Они увидели то, что должны были увидеть раньше, потому что они жили в невыносимых условиях. И то, что мы живем и радуемся даже взять нашу многонациональную республику, мы спокойно разговариваем на всех языках наших народов. Также у ценителей музыки была возможность вновь послушать полюбившиеся произведения, посвященные теме присоединения новых регионов к России и народам, которые там проживают. ПЕСНЯ Артур Мухцер, Ренат Муков, Вести Карачаево-Черкесия Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман, ветер восточный 6-11 метров в секунду, порывы будут до 12-14. Температура ночью 7-12, в горах до плюс 7, днем 19-24 градусов тепла и местами до плюс 16. В северных районах высокая пожароопасность. В Черкесии без существенных осадков, ветер восточный 6-11 метров в секунду, днем будут порывы до 14. Температура ночью 9-11, а днем 20-22 градусов тепла и высокая пожароопасность. Сегодня братская нам Абхазия отмечает один из важных государственных праздников – День независимости республики. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил президента Абхазии Аслана Бжания и жителей со значимой датой. Солнечная республика прошла непростой путь к суверенитету. Несмотря на все тяготы, выпавшие на долю отважного абхазского народа, республика не просто отстояла свое право развиваться как самостоятельное независимое государство, но и стала еще современнее, крепче и сильнее. Сегодня Абхазия продолжает динамичные идти по пути развития и укрепления своей государственности, создает новую историю, строит будущее, полное благополучие и процветание. Продолжает укреплять свои традиции и обычаи. Карачаева-Черкесию и Абхазию связывают прочные лозы дружбы и уважения, которые мы всегда бережно храним и передаем из поколения в поколение. Поздравляю президента Абхазии Аслана Бжания и весь братский народ республики с праздником. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и больших успехов на благо родной республики. Говорится в поздравлении. В Архызии отметили Всемирный день туризма. Дал старт празднику министр экономического развития России Сергей Назаров, премьер-министр Карачаева-Черкесии Мурат Аргунов и генеральный директор управляющей компании Архыз Роман Киранчук. Еще в этот день объявили о предстоящем конкурсе для жителей республики. Это возможность участия в выборе символа для всесезонного курорта Архыз. Альбина Ламкова продолжит тему. В летний раз за три за сезон приезжаю, с палатками ночуем, с ребятами. В зимний сезон раз за два покататься на лыжах. Очень круто здесь. Мне очень нравится, как обустроили это место. Что-то напоминает, как за границей, в Андорре. Счастье не за горами, оно в горах, говорит Роман. Он за активный отдых, а Архыз – идеальное место для этого. Каким спортом занимаетесь? Я сам в футбол играю и также бегаю в марафоны. Здесь недавно, в Архызе, 28 июня, бежал 33 километра, пробежал 45 из 500. Во Всемирный день туризма для гостей праздника подготовили разнообразную программу. Туристы могли совершать увлекательный подъем и спуск по канатной дороге со скидкой 30%. А на территории Оландского христианского историко-культурного музея, расположенного в Зеленчукском районе, в этот день можно было попасть абсолютно бесплатно. И много других интересных мероприятий, в которых можно было принять участие. Перед объявлением конкурса о выборе символа курорта Архыз, официальные гости ознакомились с ходом подготовки курорта к горнолыжному сезону, осмотрели новые объекты и оценили техническую готовность новой канатной дороги Орбита. Затем осмотрели и ознакомились с площадкой, предназначенной для строительства аэропорта, в ходе которого управляющая компания аэропорта регионов презентовал схему генерального плана объекта. Его возведение планируется начать в 2026 году. Ожидаемый пассажиропоток – 2 миллиона человек в год. Кроме того, благодаря реализации проекта будет создано более тысячи новых рабочих мест. После осмотра площадки проведено совещание, где участники обсудили реализацию дорожной карты по строительству аэропортового комплекса. В том числе были затронуты вопросы развития обеспечивающей инфраструктуры, реализация которой требуется для строительства, эксплуатации и развития аэропорта. У нас Кавказ на сегодняшний день, очевидно, стал такой туристической меккой, потому что туристический поток на Кавказ растет достаточно высокими темпами, то есть выше 20% за последние годы он прирастает. И одно из мест, наверное, уникальных и привлекательных – это вот данное место, данная территория, где мы находимся, курорт Архиз. На самом деле, каких-то 10 лет назад тут ничего не было. Строительство и развитие курорта Архиз идет быстрыми темпами. Это одна из перспективных точек российской генерации для горнолыжного курорта. И самое прекрасное, что он стал не просто горнолыжным. На сегодняшний день туристический поток летний и зимний сравнялся. Сказал Сергей Назаров. Поздравил со Всемирным днем туризма и председатель правительства республики Мурат Аргунов. Туризм очень важный для нас аспект экономики. Мы понимаем, что развитие туризма с каждым годом, Сергей Макарович тоже отметил, во всей России растет по 20% каждый год. Важный аспект в развитии туризма – это повышение качества оказываемых услуг в сфере туризма. И над этим мы очень сильно работаем. Спустя 10 лет и курорт Архиз отмечает свой юбилей. И в этот день, в День туризма, мы приурочили запуск конкурса, в котором приглашаем всех поучаствовать. А именно, присылайте свои работы, свои творческие замыслы с целью выбора талисмана нашего курорта. Конкурс продлится два месяца и принесет интересный опыт общения с жителями региона и откроет среди них новые таланты, сказал Роман Керанчук. В рамках подписанного соглашения между филиалом Российского общества знания и Романом Александровичем Керанчуком, это генеральным директором курорта Архиз, мы проводим сегодня мероприятия. Мероприятия приурочены к дню туризма. Сегодня мы приехали целой делегацией. Мы проводим это в партнерстве с Северокавказской государственной академией. Сегодня и народные танцы, и мастер-класс к танцам. Здесь каждый найдет что-то по душе. Будь то активный отдых, красивые виды или же просто поправить свое здоровье. Поэтому неудивительно, что у туристов горы пользуются популярностью и становятся любимым местом для отдыха. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Архиз. В Черкесии состоялся внеочередной 11-й отчетно-выборный съезд Духовного управления мусульман Карачаева Черкесии. Он обусловлен уходом из жизни муфтия республики председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаила Хаджибердиева. Кто возглавил Духовное управление мусульман Карачаева Черкесии, расскажет Мадина Каракетова. Нового руководителя Духовного управления мусульман Карачаева Черкесии забрали на 11-м внеочередном отчетно-выборном съезде организации, который состоялся в Черкесии. Решение в пользу предложенного кандидата Мухаммада Хаджи Эркенова было принято с учетом мнения большинства. «Присутствует 263 делегата. Таким образом, съезд правомочен принимать решения, отнесенные к его уставным полномочиям». Помимо делегатов из городов и районов республики, в работе съезда приняли участие представители всех регионов Северного Кавказа. До избрания муфтием республики Мухаммад Хаджи Эркенов был заместителем ушедшего безвременно первого муфтия Карачаева Черкесии Исмаила Хаджи Бердиева, также работал директором Карачаево-Черкесского медреса-интерната. Мухаммад Хаджи Эркенов поблагодарил участников съезда за оказанное доверие. «Постараемся оправдать ваше доверие. Иншаллах, будем вести курс Исмаила Хаджи, который он поставил многие года. 35 лет человек работал муфтием, и мы будем продолжать его начатое дело, начатое дело Исмаила Хаджи – это стабильность, это согласие между национальностями. Иншаллах, мы эту планку будем держать». Участники съезда почтили память первого муфтия республики Исмаила Хаджи Бердиева. Обряд дуа совершил Мухаммад Хаджи Эркенов. От имени главы республики Рожид Атимрезова с избранием на должность председателя духовного управления мусульман Карачаева Черкесии поздравил первый заместитель председателя правительства республики Дагир Смакуев. «Майл Хаджи, руководивший духовным управлением на протяжении трех с лишним десятилетий оставил ученикам своим преемникам солидное наследие. С момента образования муфтиата в январе 1990 года в Карачаево-Черкесии была проведена огромная созидательная работа по возрождению религиозной жизни. Практически все приходилось делать с нуля. Строить мечети, создавать систему начального, среднего и высшего исламского образования, формировать кадры профессионального мусульманского духовенства. При этом развитие духовного управления происходило в условиях жесткого противостояния с религиозными экстремистами». Сплоченность, ум, мудрость духовных лидеров, а именно Исмаила Хаджи Бердиева, Исмаила Хаджи Бастанова, Ибрагима Хаджи Катчеева и других позволили поставить прочный заслон на пути религиозных радикалов и обеспечить стабильное и поступательное развитие исламской общины Карачаева-Черкесии, сказал Дагир Смакуев. «Теперь пришло время молодому поколению возглавить уму нашей республики. Уверен, что ваши интеллектуальные и нравственные ресурсы позволят своевременно находить достойные ответы на все сложные и острые вызовы современности. Легко не будет, но если вы будете сплоченными и едиными в деле духовного служения, вы сможете преодолеть все трудности». Обратился к участникам съезда и вновь избранному муфтию республики заместитель начальника департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления по внутренней политике администрации президента России Алмаз Файзуллин. «До сих пор не верится, что Исмаил Хаджи нет с нами. Светлая ему память. Но сегодня есть уверенность, что этот путь, его путь, путь просвещенного, умеренного, соответствующего опыта всех предыдущих поколений мусульман республики, этот путь будет продолжен». Несмотря на довольно молодой возраст, Мухаммад Хаджи Иркенов имеет опыт духовного служения, образовательной и педагогической деятельности. И его путь – это путь служения мусульманам, обществу, всему государству и поддержания баланса и здоровой атмосферы в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, что очень важно в сегодняшних реалиях, подчеркнул Алмаз Файзуллин. В своем первом обращении к умме в качестве муфтия Мухаммад Хаджи Иркенов предложил внести в устав духовного управления мусульман ряд изменений, среди которых создание нескольких комитетов. Комитета по делам молодежи, комитета хаджа, комитета по делам фетв и совета улемов. «И также мы собрались, ранее обсудили вопрос, хотим поменять эмблему духовного управления. Там будет у нас центральная мечеть, арабская аббревиатура, также полмесяц и звезда. Иншаллах, вот эти изменения будут у нас». Эти предложения также решением большинства были поддержаны. Представители духовенства почтительного возраста и старейшины республики выразили надежду, что вновь избранный муфтий Карачаево-Черкесии оправдает надежды уммы и будет служить на благо всего общества. «Чтобы мы радовались сегодня, что мы избрали действующего настоящего мужчину, настоящего муфтия. Дай Аллах, Аллаха мы просим, чтобы благословил нас муфтий. Аллах, хабу, бессиди, ума муфтий. Мадина Каракетова, Зумрат Халкечева, Ренат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия». А на заседании Совета муфтиев Координационного центра мусульман Северного Кавказа председателем КЦМСК единогласным решением избран муфтий Чеченской республики Салах Хаджимиджиев. О спорте. 5 октября на стадионе «Нарт» в Черкесске состоится очередной матч в рамках турнира второй лиги. Одноименная команда примет на своем поле соперников из Назрани. Туром ранее футболисты «Нарта» в гостях выиграли у дружбы из Майкопа 3-1. Ангуш, в свою очередь, предыдущий матч дома свел в ничью. Верим, что в ближайшую субботу наши спортсмены продлят успешную серию. Такими событиями отмечен этот день. Прямо сейчас смотрите фильм «Лютик и Анютик». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова